8 числа тоже для плебсы был день Розы и Клары. Русско-советские коммунисты православные, конечно, не могут обойтись без гендерных праздников Розы и Клары. И нищие, плешивые, замученные бытом кобельки в очередной раз понесли целлюлитным двуногим подножный корм, так называемые цветы. Временно именовали стирку и животное траханье по этическим названиям пола и жрали водку с шашлыком или салатом. Ну, вот что же, в принципе, между школкой и могилкой быдло может и пойло перехватить вместе со стороной. Главное вместе, понимаете? Вот это когда в один день, в едином порыве, все быдло. Да еще это делали и те, кто их, так сказать, породили и прочее. Это такой вот плевок из этого дела в могилу, да, как говорил Ироневский. Вот вся их жизнь между одним и вторым. На самом деле, я придумал вот что. Надо объединить все праздники плебса в один. Название примерно такое. Воистину, Международный день женского защитника нового народного единства со слезами на глазах. Как праздновать? Необходимо дарить носки, одетые на гладиолусы, и напиваться, закусывая двумя гвоздиками с трекратным поцелуем тарелки с салатом оливье под песни Иосифа Борисовны Кутуньо. Вот такая история. Мне кажется, что действительно надо как-то рационализировать процесс, ну, чего там несколько раз, да. Надо в один день объединить там 8, 23, 9, 1 и прочее. Все это объединить. И не выходя из состояния, потом уже на следующий день ничего, поэтому целый год вот такой Международный день народного со слезами на глазах и женщинами тоже на всем. Потому что, ну, если праздновать, да, ну что отвлекаться от этого? Надо всегда.